Радио Народная Волна 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 туалетной тематикой уже начинает, честное слово, даже веселить. То они синему не пускают в туалет, помним. То там рассказывают историю, что якобы Трамп чуть ли не лично какие-то там документы уничтожал, спуская в унитазы и так далее. А между тем Джон Даром, который, напоминаю, продолжает свое следствие о том, с чего, собственно, началась вся эта история, должен выяснить, и расследование против якобы связей Трампа с российским режимом, он как-то так дело-то свое делает. Хоть все мы и ворчим, что не очень активно и не очень много он нам сообщает. Но вот прошла информация, что уже предъявлены обвинения Майклу Сасману, адвокату, и документ, который вроде бы просто сообщает, что представляющая Сасмана и юридическая фирма, у нее там существует некий конфликт интересов, вот в этом документе есть такие весьма занимательные подробности, которые, может, занимают не так мало, да, занимают они нас, конечно же, а в тексте они занимают не так много времени, но произвели уже эффект весьма и весьма серьезно. Ну, то есть, как произвели в тех средствах массовой информации, которые читаем преимущественно мы с вами, то есть, консервативные, которые стараются охватывать все, что происходит в стране, там, да, об этом пишут многое. Если вы посмотрите мейнстримные, условно говоря, ну и тем более леволиберальные источники, то там про это нет вообще ничего. Ну, чего, собственно, исследовало ожидать. Ну, а в чем, собственно говоря, дело? В общем, конечно же, там полным-полно всякой технической терминологии, но если вкратце, то получается, что компания Хиллари Клинтон через каких-то, по чуть позже я скажу, через каких именно специалистов в области технологий компьютерных, так или иначе занималась тем, что шпионила за, там, называется, несколько объектов шпионажа, но нам важно, что шпионила за компанией Трампа, и более того, продолжала свой шпионаж, даже когда Трамп уже стал президентом. И таким образом не только шел сбор информации, но еще, как следует, была возможность для какой-то подтасовки данных, внедрения чего-то совершенно постороннего, компрометирующего извне и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в реальности мы получаем с вами, во-первых, данные о том, что действительно шла довольно-таки развернутая, при этом со всех сторон, кампания против Трампа, и действительно были использованы действия и меры, которые, мягко говоря, противоречат существующим правилам, законам ведения политической борьбы. Что в этом плане достаточно трагикомично, такое слово использую. У демократов с 70-х годов есть такая привычка, как только случается какой-то скандал, реальный или вымышленный, в котором замешаны представители республиканской партии, то сразу же начинаются крики «это хуже, чем Уотергейт». Ну, что мне вам говорить, за последние 4 года, ну, чуть-чуть пораньше, я имею в виду, я, конечно же, про годы президентства Трампа, вы уж столько раз эти крики слышали, что и мне добавить особенно нечего. И тот же, да, тут еще более трагикомично то, что громче всех обычно вопит про этот Джон Дин, который, собственно говоря, Уотергейт во многом организовывал, я имею в виду, зло. Но то, чем мы сталкиваемся сейчас, это, по идее, самое время сказать хуже, чем Уотергейт, ну, мы этого с вами абсолютно не слышим. Но, с другой стороны, это очень даже четко укладывается в действие демократов против ненавистных им фигур, но иногда, кстати, и против тех самых персонажей внутри партии, которые тоже им не нравятся. Я очень быстро вам напомню, что, хотя вы, ну, мало ли, Уотергейтский скандал связан был с тем, что группа, так называемый, из комитета по переизбранию президента была поймана при взломе штаб-квартиры демократического совета Демпартии. Это было, хотя бы говоря, повторное их проникновение. Зачем они это сделали до сих пор? Нет единого мнения, считается, что, либо чтобы проверить, нормально ли работают установленные жучки в первый раз, по-другой, чтобы найти какой-то компрометирующий материал на деятели республиканской партии, по-третьей, тот самый Дин вообще хотел найти данные о связи его жены с какой-то сетью проституток. Такое тоже было. Дальше пошло-поехало, скандал, на котором я не буду останавливаться. Вроде бы попытки прикрыть со стороны Никсона, без чего ведомо это все происходило, участников, ну и так далее, и так далее. Но вместе с тем несколько, и это только несколько, их на самом деле больше, конечно. Но вот вам несколько историй из того, что происходило в американской политической жизни до Оттергейта, и что абсолютно игнорировало Эспрессо. Ну, 60-й год, во время собрания съезда демократов, где, скорее всего, считалось, что основными кандидатами, противостоящими друг против друга, станут Кеннеди и Стивенсон, Эдлай Стивенсон, который уже до того проигрался, что только можно. Компания Стивенсона вдруг стала распространять данные, что люди из команды Кеннеди прослушивают телефоны Стивенсона, прослушивают телефоны его помощников, и более того, что у людей из команды Кеннеди такие сильные, эти оки-токи с переговорным устройством, что они могут перехватывать сигналы с переговорных устройств людей из компании Стивенсона. Большой скандал, ну, Стивенсону это не помогло, Кеннеди выиграл, а потом представители компании Стивенсона признали, что на самом деле это они прослушивали телефоны людей из компании Кеннеди, но чтобы отвлечь, и если бы, не дай бог, они попались, не возникал скандал, то они вот стали обвинять в этом команду Кеннеди. Вот такая была ситуация. Ну, скажем прямо, и Кеннеди, оба брата тоже в этом плане отличались. Ничуть не хуже были Стивенсоны. И, например, привлекли они такого джентльмена, как Кармин Белина. Он работал в ФБР, он работал, был связан уже, будучи вроде бы частным сыщиком с ЦРУ. И Белина, он весьма активно лепил жучки с противником семейства Кеннеди. Но, правда, не столько даже в штабе самого Никсона. Там была другая немного ситуация, когда было решено давить на то, что существует группа, связанная с протестантскими организациями, которые расисты, которые не хотят позволить Католику Кеннеди стать президентом. И чтобы связать изо всех сил эти протестантские организации со штабом Никсона, то за ними был установлен вот этот самый контроль с прослушиванием, со сбором информации, который, конечно же, был незаконный, и чем занимался вот этот самый Белина и его команды людей сплошь из спецслужб, так или иначе, преимущественно отставленных. И потом некоторых персонажей, уже, кстати говоря, когда Кеннеди стал президентом, их даже поймали. Но Белину, как ни странно, ну, как почему странно, понятно, что его прикрывали. Он от ответственности очень долго уходил, а потом, представьте себе, появился в команде следователей комитета по расследованию Утергейта, о котором я вам рассказывал. И, как ни в чем не бывало, человек, который, как вы уже поняли, никак не был образцом закона послушного частного детектива, пользовался своими связями, будь здоров, вот, сохранил такую в себе вполне приличную работу. Но, тем не менее, когда... Да, помимо этого, он еще ухитрялся, пользуясь своими связями, доставать довольно-таки немалое количество налоговых материалов, которые напрямую и не всегда было получить легко. Ну, а вот Белину все это делал, помогая тем самым администрации Кеннеди. У Кеннеди было полным-полно персонажей, за которыми он тоже со своим братом Бобби следил, контролировал их и так далее. Неугодные журналисты, неугодные политики. А когда братья Кеннеди рассудили, что их главным противником на выборах 64-го года станет Нелсон Рокфеллер, то была объявлена охота на Рокфеллера и стал активно собираться компромат на него. Как бы это помягче перевести слова Джона Кеннеди, ну, не буду переводить, уж простите, в общем, кто хочет, переведите сами. В общем, Кеннеди сказал, что «let's cut his ass open» про Рокфеллера. Что все это надо было делать через сбор вот этих самых данных. Но потом, да, там можно еще и Кинга вспомнить, который Мартин Лютер, но всех не перечислить. Но потом, когда Кеннеди был застрелен, и уже на тот момент было понятно, что, скорее всего, его противником станет не Рокфеллер, а Голд Уотер, то Джонсон уже развернулся по полной программе, и Джонсон уже подключил к этому спецслужбы вообще. Потому как компания Голд Уотера прослушивалась, его дом прослушивался, при этом, кстати говоря, жучки дома у Голд Уотера, они, судя по всему, ну, не судя по всему, а так и было, устанавливались в результате взлома такого простого и примитивного. Это, кстати говоря, преступление, если вы помните. И хуже, чем «Вотергейд», заметили. Ну, опять, на это никто не обращал внимания. А когда такой Хауарт Хант, который по странному совпадению был сам, вообще-то, сторонником Голда Уотера, и потом, кстати говоря, одной из фигур в «Вотергейдском скандале», он пытался в ЦРУ выражать неудовольствие, тем более, что его, например, задачей было, хотя ЦРУ вообще не должно было работать, по идее, с внутренними какими-то проблемами, его задачей было, среди прочего, доставать речи Голда Уотера, чтобы они попадали к Джонсону едва ли не раньше, чем Голда Уотер их будет зачитывать. Ну, вот Хант выражал какое-то неудовольствие. И мы говорили, ну, а что там, будешь возмущаться, другого на твое место поставим, какие, собственно, проблемы. Так что все это было поставлено на широкую ногу, и, наверное, Голда Уотер до Трампа был самым, если хотите, прослушиваемым кандидатом. Но его, правда, как вы помните, удалось победить. Когда стало понятно, что Джонсон не будет участвовать в выборах 68-го года, пойдет его вице-президент Хамфри, то хотя Джонсон его и недолюбливал, но, тем не менее, это не помешало ему своей старой привычке умирая, так вы знаете, еле-еле. И он начал активно собирать компромат даже не на Никсона, кстати сказать, а на Спире Эгню, вице-президента. Хотя и Никсон говорил, что находили его люди-жучки, и в том числе и в самолете кандидаты. Но Эгню был основной мишенью Джонсона. Потом, как вы знаете, у Эгни были свои проблемы, обвинения в коррупции. Он ушел в отставку со скандалом. Ну и, кто знает, возможно, сработали те самые данные, которые собирал как раз команда Джонсон. Ну и вот я вам обрисовал ситуацию, как видите, всего-то даже не 10 лет, а где-то с 60-го по 68-й год, потому что тогда были люди, которые особенно всем этим увлекались. Ну и, кстати, когда Никсон был президентом, то достаточно вспомнить, что целый ряд людей изо всех сил старался тоже информацию у него, чтобы утекало из его кабинета, что привело, собственно говоря, к созданию того самого отдела водопроводчиков по ликвидации этих самых утечек, который потом преобразовался в ту команду, что участвовала в Утергейте. Поэтому вот такое взаимодействие. Ну и теперь перепрыгнем с вами сразу же в день сегодняшний, в 16-й год, и увидим, что такое впечатление, ну, наверное, так оно есть действительно, что вот демократы просто-напросто работают по старым методичкам, и более того, они даже ничего нового не придумывают. И кто меня в этой ситуации удивляет, так это республиканцы или избиратели республиканцев, которые всякий раз, как нечто подобное происходит, только разводят руками, говорят, как же такое могло случиться? Да, точно по черном ордену, никогда такого не было, и вдруг опять. Все, что происходило, все уже, как вы видите, отражено, расписано журналистами, даже зачастую вызывавшими гнев и Кеннеди, и Джонсона. И все понятно, к этому надо было быть готовым. Тем не менее, вот получили мы, что получили. А именно, вот этот вот все более и более расползающийся скандал со шпионажем против Трампа. Здесь, что еще нам важно заметить, что человек, который, судя по всему, занимался вот всеми этими кибершпионажными делами, и который был связан с Сасманом и с предвыборной компанией Хиллари Клинтон, это человек, которого зовут Родни Джоффи, и он весьма и весьма авторитетная личность в мире кибербезопасности. Так вообще ничего себе, да, звучит кибербезопасность, то, чем он занимался. И, что немаловажно, у него есть премия в БР, кстати говоря, 2013 года. То есть, скорее всего, здесь, опять же, не обошлось и без его связи в соответствующем бюро, которое при Коми, вы сами помните, уже стало во что превращаться. Ну, хотя оно и раньше стало превращаться. Но сейчас мы на Коми обратим внимание. И понятно, что он, конечно же, своими связями попользовался. Ну, что самое интересное и что может иметь продолжение, это то, что человеком, который был тоже одним из связных между вот компанией Клинтона, Клинтона, Хиллари, этим самым Джоффи и Сасманом, был джентльмен по фамилии Салливан, по имени Джейк, если что. А если вы помните, то Джейк Салливан – это ни много ни мало советник по национальной безопасности перед Джозефом Байденом. То есть, по идее, у всей этой истории там действительно потенциал весьма и весьма подрывной, и Салливан, по-хорошему, должен вообще-то как минимум уходить в отставку. А дальше мы с вами посмотрим, что и как. Но, с другой стороны, ведь, как получается, что если уж Кармин Беллино вроде как не пострадал, несмотря на все свои шалости, будучи прикрытым демократами, то Салливан, скорее всего, увы, тоже так или иначе отвертится. Хотя вот мы с вами поглядим. Но положительный момент во всей этой истории какой? Все же получается, действительно, что мы с вами видим, да, мы все можем сколько угодно, повторяю, негодовать, что это расследование медленно, что результаты будут не кстати, хотя кто знает, если они появятся ближе к выборам, очень даже кстати. Но все же работают, как вы видите, эти расследования. Они нам сообщают нужные данные. Вот как их освещать и как ими пользоваться, вопрос уже другой. С другой стороны, да, уж не обессудьте, знаю, что многие к этим людям относятся с восхищением, но честно признаемся, сколько возлагалась надежд на, так скажем, разоблачителей внесистемных, вроде Пауэлл или Вуда, а где они? Они пропали. Вуд там вроде как вообще со всеми переругался. Пауэлл там периодически тоже судится непонятно с кем. Ну, понятно, вернее, с кем, но от этого нет никаких последствий. А даром, тем не менее, свою работу делает, и данные на демократов нам сообщают. Как эти данные будут использоваться и будут ли использоваться вообще? Кто пострадает от них? Ну, пострадает заслуженно, конечно. Кто нет, мы будем смотреть. Но самое главное тут даже не то, кто пойдет в тюрьму или не пойдет, кто будет лишен своей должности или не лишен. Самое главное, это то, что я пытался до вас донести на протяжении этих 20 минут, это то, что надо делать выводы обязательно. И если демократы все сошло с рук в 60-е годы, и даже не то, что сошло с рук, а то, что не было предпринято никаких действий, чтобы хоть как-то их связать и выстроить систему защиты со стороны республиканцев, то даже сейчас я готов, если бы мне пришлось выбирать, что лучше, чтобы республиканцы выстроили какую-то систему защиты, а вся эта публика, может быть, не получила того наказания, что бы мы хотели, или пусть там все эти Джоффи, Салливаны и так далее сядут в тюрьму, но республиканцы опять ничего не сделают, то я бы выбрал первое. Потому что главное-то не посадить кого-то, хотя наказание, конечно, должно быть, это и обязательно. Главное, нужны выводы. И то, чтобы такие безобразия больше не повторялись. А вот хватит ли республиканцев воли на это, мы посмотрим. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Спасибо, Иван. Боюсь, что никаких последствий для людей, совершивших преступление, а то, о чем вы рассказали, это, безусловно, преступление. Боюсь, что никаких последствий не будет, потому что существует такое понятие, как срок давности, и, по-моему, он всего пять лет. То есть это все будет тянуться до тех пор, пока срок давности не истечет. То есть не наступит, вернее. И то есть в тюрьму, наверное, никто не пойдет. Ну и с учетом того, что вся система, начиная от, не знаю, судов и заканчивая ФБР, пропитана и населена леворадикальным отребьем, которое занимается исключительно тем, что покрывает преступления демократов и фабрикует преступления республиканцев, боюсь, что это тоже скажется, так сказать, и ни к чему не приведет. Что касается республиканцев, я больше чем уверен, что если бы в стане республиканцев не было таких же ненавистников Трампа, как и демократы, если не больших, то всего того, что мы переживали на протяжении каденции Трампа, не было бы. К сожалению, в стане республиканцев находились такие же враги Трампа, соответственно, враги Америки, которые позволили всему этому случиться. Насколько партия сможет очиститься от них, ну, посмотрим вот на промежуточных выборах, посмотрим на выборы 2024 года, как все это будет происходить. Но боюсь, что не удастся до конца очиститься, потому что миллиардеры, которые поддерживают вот это вот светлое будущее, так называемое, и эту партию, которая называется демократической, будут вливать колоссальные деньги, будут выставлять на праймарис своих, в кавычках, республиканцев. Так что у меня какой-то такой особого оптимизма нет, но при этом я не призываю людей опускать руки. Ни в коем случае. Ни в коем случае. То есть это было всегда, вот видите, это было там более полвека назад, это происходило всегда, демократы всегда так поступали и будут поступать. И вы справедливо сказали о том, что насколько сделают выводы, насколько подготовятся к этому республиканцы и избиратели. Что касается информации, которая должна быть вот на всех полосах, так сказать, со всех телеэкранов, лица в массы, этого, конечно, не будет, потому что проститутки в средствах массовой информации куплены с потрохами. Люди, которые слушают там, скажем, альтернативные источники, но при этом являются нево-трамперами, они своего мнения не поменяют, они так и будут, они радуются, что да, хорошо, то есть оправдывают эти преступные действия демократов. Ну а основная масса, я не знаю, какая-то часть, какая-то часть, вот вы посмотрите, как рейтинги Бидона падают, потому что в основных СМИ они его периодически сливают, и только поэтому, я думаю, падают рейтинги. Хотя на этом фоне они все равно стараются рассказать о том, как все замечательно, тут выступает Пилотик, говорит, оказывается, и Байден, инфляция у нас, потому что больше людей стало работать, больше стало покупать, и какая-то часть совершенно полезных идиотов, так сказать, это хабает, но посмотрим, посмотрим, но очень жаль, что спецслужбы начинают, да не начинают, а продолжают действовать, как в свое время действовали спецслужбы Советского Союза, то есть защищать интересы партии, не интересы граждан, а интересы партии. Хорошо, давайте сделаем перерыв, наверное, послушаем рекламное объявление, через несколько минут вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. А пока, наверное, вот о чем. Мне довелось несколько, посмотреть несколько эпизодов слушаний по утверждению судей в Сенате. И порой это вызывает смех, порой это вызывает грусть и печаль. А вот интересно, кто же диктует такие вот юридические назначения в Белом доме? Да, это очень важная тема, на самом деле, потому что стоит всегда такие организации знать в лицо, что называется. И есть контора с красивым названием «Марабелла Эдвайзерс». Она появилась в 2005 году. Ее создал клинтоновский человек из администрации, назначенец, человек из администрации Клинтона такой Эрик Кесслер. И смысл этой организации это в том, что она стала таким центром, ну или теперь уже это слово тоже международное, хабом, хотя не очень мне нравится, английский язык люблю, но центр, наверное, здесь лучше подойдет. Того, что называется темные деньги. Ну, вы все знаете, темные деньги – это ситуация, когда организация может что-то финансировать, не раскрывая имя спонсор. Я не буду говорить, что это однозначно плохо, скорее, даже есть у этого много плюсов. Но сейчас разговор не об этом, разговор о том, что вот эта самая Рабелла стала таким центром не просто вот этих самых темных денег, но одним из главных центров темных денег, нацеленных на финансирование разнообразных либеральных некоммерческих да и коммерческих организаций. Их очень много, я их всех, даже, перечислять тут и не буду. Но главное, что особое внимание нацелено, конечно же, на то, что связано с юридическими назначениями и с судьями. И в этом плане, конечно же, и где-то в администрацию Обамы, ну, в администрацию Буша, там, пожалуй, еще так они не развернулись, хотя уже что-то там предпринималось. А в администрации Обамы, да, но особое, пожалуй, целое внимание они на себя обратили как раз в годы Трампа, потому что, ну, практически за всеми попытками сорвать назначение судей на самых разных уровнях, там непременно присутствовали вот эти самые товарищи, так или иначе связанные с Робелл и Двайзерс. То есть огромные деньги были на все это потрачены, и шли они, естественно, на то, чтобы любой ценой не просто помешать политике Трампа и его администрации, но прежде всего помешать ей в вопросах назначения судей. Ну, не все, к счастью, получилось, то есть, по большому счету, вообще мало чего получилось, но тем не менее. Они своего часа дождались, и теперь, увы, они, вот эти самые Робелл и Двайзерс, и многочисленные конторы, которые они финансируют, у них теперь, ну, практически неограниченный доступ к власти. Такая женщина, как Пейдж Хервик, она среди основных консультантов Байдена, именно в вопросах юридических назначений. И первая задача, которую поставили перед собой люди из-за Робелла и Двайзерс, это убрать Брайера, кстати говоря. Потому что, да, вроде бы либерал, да, вроде бы человек, который, ну, казалось бы, свой, но уже возраст не тот, и либерал, так скажем, старой закалки был полезен, но нужен кто-то помоложе, поагрессивнее. Поэтому все те вот эти многочисленные призывы, все то, что мы слышали, вот, имейте представление, кто за этим стоит. Следующая задача, и это у них получилось. Другой задачей была реформа Верховного Суда, естественно. Здесь, к счастью, пока у нас все зависло, хотя, само собой, разумеется, что не следует ни в коем случае облегченно вздыхать, они своего не оставят, и при первой же удобной возможности попытаются вернуться к этой реформе. И деньги-то идут, их надо отрабатывать, и они постараются это сделать. Но сейчас, конечно же, после того, как управили избраером, и так как сейчас, естественно, постоянно идут все новые и новые юридические назначения, их задача это полностью подчинить себе процесс этого отбора судей, и, естественно, сделать все, чтобы судьями на любом уровне были не просто либералы и активисты, а вот такие заведомые разрушители американских конституционных устоев, с красивыми лозунгами левыми, с красивыми заявлениями, но с очень некрасивыми целями, которые я вам только что уже назвал, и поэтому уже вовсю эти назначения идут, то есть практически каждое получается должно так или иначе быть одобрено какой-то организацией связанной с Рабелло Эдвайзер или той самой Пейдж Хервик, которая, повторяю, в ближнем кругу Байдена, и само собой разумеется, что действительно когда, как Сергей совершенно верно сказал, видишь, кого они выдвигают, ну, не стоит этому удивляться. Здесь программа вполне себе отлаженная, любой ценой максимально левая, так что не удивляйтесь тому, что кандидат, даже если это не будет черная женщина, хотя, скорее всего, будет, но то, что кандидат, которого назначат, объявит Байден, это будет непременно кто-то очень и очень левый и очень и очень активный в нехорошем смысле этого слова, потому что с Конституцией активничать не стоит. И за всем этим знайте, какие люди стоят, поэтому будьте внимательны, будьте осторожны, знайте эту компанию. трудно за нее выйти, потому что повторяю, у нее огромное количество разных подразделений, разных небольших каких-то организаций, но вот знаете, кто за этим стоит, потому что с одной стороны, я напоминаю, у нас идет СОРОС с окружными прокурорами, о чем мы с вами говорили, с другой стороны, я не сомневаюсь, уж не обессудьте такое допущение, что он в Арабелла Эдвайзерс участвует, так как имена-то там не раскрываются, как я уже сказал, но вторая, второй пункт программы, это через судей, в том числе в Верховном суде, продолжить уничтожать американскую систему и американскую конституцию, на местах прокуроры или вот такие вот судьи, и то, что вся честная компания в окружении Байдена, там Харрис с ними так или иначе завязана, чего вы еще ждали, и другие люди, которых мы, может, не так хорошо знаем, но все это вполне себе естественно, всего этого следовало ожидать, и это лишний способ делать все, чтобы, во-первых, было большинство республиканцев в Сенате, в Палате тоже, естественно, но и в Сенате, потому что все эти номинации юридически надо тормозить любой ценой, а что республиканцы все-таки делают, ну, с этими судьями они более-менее управляются, хотя, да, все мы помним слова Грэма совсем недавние, ну, и второе, да, добиваться того, чтобы в двадцать четвертом году победил понятно кто, ну, в смысле, не понятно кто, ну, чтобы точно не Байден и не его преемник оставались, потому что от судей зависит, увы, очень и очень многое, и их назначение, и вот эти прокуроры, они могут как, знаете, как термиты, может, не так явно, как Байден и компания, но подточить и очень серьезно изменить американскую систему изнутри, поэтому такие, следить за всем, что связано с этой компанией, и ее подразделениями, и имейте ввиду, это враг, и враг очень-очень опасный, еще раз повторяю, Рабелла Advisors, запомните, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Да, это еще одна причина, по которой я не испытываю особого оптимизма в отношении преступлений демократической партии, потому что и суды, и прокуратуры, и ФБР, и Министерство юстиции оккупированы вот людьми специально подробранными с определенной заточенностью и так далее. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, Валерий. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Иван, как в России относились к сообщениям, вернее, к посланию Путина офицерского собрания? Не объявили ли их уже иностранными агентами и жив ли еще Ивашов? Очень хороший вопрос, на самом деле, потому что сначала это было проигнорировано. У нас, ну, тоже параллели порой весьма своеобразны. То есть, этого не было на первых полосах, это не обсуждалось, а потом, когда эта информация прошла, то сразу стало выясняться, что это Ивашов взяточник и антисемит, но то, что антисемит, мы вроде и так знали, то, что взяточник, я ничего не могу сказать, то, что вся эта компания этих офицеров, это неправильные офицеры, что все, что происходит, это опять же происки Запада и так далее, и так далее. То есть, я очень часто говорю, что на самом деле путинский режим это та же самая модель либеральных в современном смысле этого слова, режимов, которые вы видите в Европе и которые сейчас, увы, власти в Соединенных Штатах пытаются укрепиться. Поэтому убрать или проигнорировать ненужных политиков или даже в данном случае вроде бы офицеров, которым надо какое-то уважение испытывать, хотя к Ивашову, я честно признаюсь, ранее уважение не испытывал, да и сейчас не очень. Пусть даже я и согласен с этим самым обращением. Ну, вот так на задний план, на третьи полосы, ну и там, да, кто-то такие, никто не внимания обращать, никому они не нужны. Но пока все живо, насколько я знаю. Пока. Спасибо. Ну, а теперь кандидаты в мэры Лос-Анджелеса. Да, это, с одной стороны, еще не скоро, но, видимо, как и с Нью-Йорком, мы регулярно будем к этой теме обращаться, но, с другой стороны, все-таки Лос-Анджелес один из символов Соединенных Штатов, поэтому, пусть даже теперь символов, скорее, демократических, увы, но, во что его превратили нынешние деятели. Так бы то ни было, давайте посмотрим, кто сменит Горцетти. Горцетти, нынешний мэр, это уже какой-то комедийный персонаж, весьма и весьма близкий, кстати говоря, к окружению Байдена, но в последнее время все, что мы про него знаем, это то, что он, оказывается, умеет не дышать очень долго, потому что, вы помните, когда его там застукали где-то без маски, он всем поведал, что ему пришлось там позировать, но вот он задержал дыхание. Да, на эту тему уже есть шутка, что все современные демократы укладываются в три фразы. Я не вдыхал, вы помните, кто это сказал, я не могу дышать, а теперь я могу задерживать дыхание. Так что Горцетти, но он так или иначе будет уже уходить. Основным кандидатом, кандидаткой, которая считается фавориткой на выборах, увы, является Кэрин Басс. Кэрин Басс женщина отвратительная во многих отношениях, она это конгрессуумен, абсолютно левая, то есть опять нет такого левого дела, в котором бы она так или иначе не участвовала. Кроме того, она, ну возможно это слишком смелое заявление, но все указывает на то, что она была кубинской шпионкой, потому что она состояла в организации, бригады Венсерема 70-е годы, которая руководилась кубинскими спецслужбами, когда она на Кубу ездила, то ее там опекали люди из кубинской разведки, в том числе выдрессированные в Москве, вроде такой Жозефины Видаль, и если она напрямую на кубинскую разведку не работала, то точно была полезной идиоткой и скорее всего остается по сей день. Кстати говоря, она могла стать вице-президентом, так на минуточку, потому что Байден ее рассматривал кандидатуру, я не скажу, что Камала Харрис намного лучше, но просто имейте в виду, что президенткой могла стать открытая практически коммунистическая шпионка, пусть даже и в прошлом. И теперь она, повторяю, считается главным кандидатом на выбор. Есть еще несколько человек, но, пожалуй, теми двумя, в ком видят возможное противостояние, это Джо Бускайно и Рик Карузо. Они все демократы, там, похоже, невозможно уже кому-то другому стать мэром, но они представляют такую по меркам Калифорнии, естественно, относительно консервативную часть демпартии. Бускайно, он бывший, Бас Кайно, так и так слышим, бывший полицейский, он известен, хотя вроде бы тоже в основном так особенно может и не расходиться с линией партии, но, по крайней мере, он сторонник полиции, действительно, он там долго прослужил, закон и порядок, он категорически против антиполицейских мер, ну и, кто знает, может действительно какой-то прок из него получится на посту мэра. Но Джек Данфи, есть такой обозреватель, Джек Данфи это псевдоним, который тоже бывший полицейский из Лос-Анджелеса и пишет о полиции, о проблемах полиции Калифорнии, он вот считает, что более достойным кандидатом будет Рик Карузо, Рик Карузо это бизнесмен, миллиардер, человек весьма и весьма успешный, Карузо там партии несколько раз сменил, но все мы знаем, что это иногда не так уж и плохо, был республиканцем, был независимым, сейчас специально, чтобы в выборах поучаствовать, он зарегистрировался как демократ. И Карузо себя позиционирует вроде бы центристом, но что он будет ориентирован тоже на закон и порядок, на то, чтобы было больше, был экономический рост, работы и так далее. то есть, вот такой центрист с легким даже консервативным уклоном и плюс в ряде моментов что-что он в нем замечает социальный консерватизм и какие-то у него там были даже связи с некоторыми республиканскими политиками, ну, как-никак он был республиканцем, я напоминаю. Данфи, тот самый обозреватель, которого я назвал, он считает, что у Каруза, тем более, Каруза тоже он был в совете по вопросам полиции, то есть, он с полицией тоже имеет связь, знает, что это такое и знает проблемы преступности. Так вот, Данфи считает, что у Каруза больше шансов хоть какой-то порядок в городе навести, чем у Баскаина. Но у Каруза есть очень большая проблема, потому что он был среди тех, кто финансировал компанию того самого Гаскона, про которого мы говорили в прошлый раз, и которого сейчас сами же его спонсоры пытаются убрать, преимущественно голливудские звезды. И с такой фигурой, конечно же, ему будет довольно сложно доказать то, что он действительно озабочен проблемами преступности, что он действительно будет с ней бороться. И в результате может, конечно, получиться такое, что вот два этих умеренно правых кандидата, Баскаина и Каруза, да, заметьте, еще и оба итальянского происхождения, что они там между собой будут отношения выяснять и расщеплять электорат, а Бас победит, ну, и Горцетти, прям таких театр какой-то, покажутся просто воплощением консерватизм, кто знает. Но до ноября времени еще много, я повторяю, будем следить за ситуацией, и кто знает, может, все-таки, хоть, да, с губернатором в Калифорнии не задалось, но может, хоть сколько-нибудь адекватного мэра они себе выберут. Хотя, пример Нью-Йорка нас особенно, нам особого оптимизма не внушает. Ну, будем следить ситуации, как всегда. Так что, обо всем вам расскажем обязательно. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Это не с вопросом, это с объявлением. Да, вот выборы в Нью-Йорке, да и, собственно, голосование по отзыву губернатора Калифорния особого оптимизма также не вызывает. Вот тут периодически на Ютюбе идет дискуссия о том, что вот американцы говорят, что у них идеальные выборы, идеальная система выборов, ну, а в то же время мы критикуем, исходя из того, о чем вы рассказали, достаточно оснований для того, чтобы критиковать. Я просто еще раз хочу сказать, чтобы понятно было, почему мы считаем, что выборы в том виде, в каком они существуют, в том виде, как они предусмотрены отцами-основателями, это идеальная система. Ну, во-первых, без подобной системы я боюсь, что штаты не согласились бы организовать союз. Это было одним из условий для того, чтобы организовать союз штатов, независимых государств. Именно такая форма, потому что, а если отменить эту форму и на основе, так сказать, всеобщего голосования, то два штата будут определять, кто у нас будет президентом. К сожалению, эти штаты в большинстве своем заселены полезными идиотами. Ну, плюс, там собираются, так сказать, те, кто через забор прыгают, через речку переходят, то есть, из банановых республик, из стран третьего мира, это вот основные места концентрации. Поэтому позволить двум штатам, Нью-Йорку и Калифорнии, выбирать президента, это было бы катастрофой для нашей страны. Поэтому, в смысле, что у нас существует институт коллегии выборщиков, это идеально. Другое дело, что плюют на законы демократы, нарушают законы, а лоу-инфорсмент, к сожалению, занимается покрыванием или покрытием этих преступлений. Это ужасно. Но это не система выборов. Это, к сожалению, реальность, которая к системе выборов не имеет отношения. Абсолютно согласен. Я быстро добавлю, что моя задача это критиковать тоже не систему выборов, а как раз обращая внимание вот на такие безобразия, что от них надо избавляться и возвращаться к тому, что делали отцы-основатели. Поэтому я совершенно согласен. Система сама по себе она замечательная. И именно поэтому демократы, либералы, как угодно их называйте, они ее губят. И задача моя, ну, я думаю, Сергей со мной согласится, это именно указывать на то, как ее губят, чтобы этого не было. Чтобы эту систему сохранить и отстоять. Спасибо огромное, Иван. И до встречи в следующий раз. Спасибо вам. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok